Ислам не является религией пацифизма. И поэтому Аллах говорит, сражайтесь с ними так, как они с вами сражались. То есть, если они на вас напали, то защищайтесь, сражайтесь. Не убегайте, не прячьтесь. Некоторые люди понимают, так, человек бороду не отпустил, все, Аллах сказал сражаться, нужно его там закопать в землю, пока он не отпустит бороду. Нету такого понимания в шариате. Как сподвижники понимали эти аяты? Мы сражались во время порока Мухаммада, чтобы не было фитны, то есть, не было многобожия и куфра, а религия принадлежала Аллаху, а вы желаете сражаться для того, чтобы было фитна, и религия принадлежала не Аллаху. Сегодня, иншаллах, мы продолжим чтение Тафсира. И, как мы упоминали на предыдущих занятиях, что Тафсир является очень-очень важной наукой для понимания Кур'ана. Читая Кур'ан, человек должен также читать Тафсир для того, чтобы лучше понимать Кур'ан и правильнее понимать его. Мы с вами затронули вопрос хаджа, но оказалось, что мы упустили три аята из предыдущих аятов. И поэтому, иншаллах, мы сначала сегодня поговорим об упущенном, а затем, иншаллах, перейдем к теме хаджа, как мы ее начинали. А тема аяты, которые мы упустили, аяты, связанные с джихадом. Аяты, связанные с борьбой на пути Всевышнего Аллаха. И, как я упоминал ранее, все те, кто пытаются манипулировать аятами Кур'ана, тем самым для того, чтобы очернить ислам, они используют эти аяты, аяты джихада. И говорят, что ислам является жестокой религией. На самом деле, как мы упоминали ранее, ислам не является религией пацифизма. А ислам является религией та, которая запрещает несправедливость, но при этом повелевает отстаивать, защищать честь, религию, имущество и тому подобное. И мы остановились на аяте, где Всевышний Аллах, и мы упоминали это. Аллах говорит, «Ва катилу фи сабири ллахи, ва ла... Ва катилу фи сабири ллахи, ладзина юкатилу на кум, ва ла таатаду». Сражайтесь на пути Аллаха с теми, которые сражаются с вами, и не приступайте. Хорошо? Не приступайте, границы дозволены. Поистине Аллах не любит преступников, не любит приступающих. Мы упоминали то, что вообще смысл джихада в исламе, что означает джихад, какие цели он преследует. И мы упоминали, что посланник Аллаха салаллаху ассалям запретил во время проведения джихада, во время борьбы, приступать к границе дозволенного, а именно это уродовать, ломать, отбирать, мародерство сюда относится, сюда относится, насилие и тому подобное. Если посмотреть вообще форму джихада в исламе, то сегодня в мире нет ни одной войны, вообще можно в истории посмотреть, нет ни одной, не было ни одной войны, в которой была, наверное, эта толерантность, если ее так можно назвать, либо же эту нисходительность, как есть в предписании ислама. Обычно, что мы знаем о войнах? Это разгромленные дома, это разграбленные люди, это разрушенные дома, это убитые невинные люди, это насилие и тому подобное. Вот все, что несет с собой война. В исламе, в понимании войны, слово джихад, оно несет с собой основной смысл, это остановить зло. Если нападают, если же пытаются убить, обесчестить и тому подобное, и поэтому джихад является в этот момент обязательным и человек защищается. То есть для чего? Для того, чтобы достичь цели, а именно остановить справедливость. И то есть нет понятия такое по ходу остановить несправедливость и по ходу что-то приобрести, забрать что-то имущество не по праву, либо же насиловать, либо же разрушать дома. Ислам за собой не несет этой цели. И поэтому мы это упоминали ранее. Теперь упомянем следующий аят где Аллах Субханаху Ата'алья, это Сура Аль-Бакара, 191 аят. Аллах говорит, именно этот аят используют часто люди, читая, говорят, Ислам, смотрите, призывает к убийству, Ислам, смотрите, призывает к насилию. Не понимая правильно этот аят. Аллах что говорит? Аллах говорит, «Сражайтесь с ними там, где вы их найдете, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали. Фитна, искушение, в данном аяте подразумевается ширк многобожия, хуже, чем убийство. Аллах говорит, не сражайтесь с ними у запретной мечети до тех пор, пока они не будут сражаться с вами. А если же они сражаются с вами, то есть у запретной мечети, тогда сражайтесь с ними. Такой удел неверующих». В этом аяте обратите внимание, Аллах говорит, «Сражайтесь их там, где вы найдете, и изгоняйте их оттуда, откуда изгнали вас». Контекст это видите? Аллах, субхану ата'аля, в этом аяте не говорит, начните вы. Аллах говорит об ответке. Они напали на вас, то что вы сражаетесь с ними. Они изгнали вас из ваших домов, здесь подразумеваются жители Мекки, это Курайшиты. Когда что они сделали? Они мучили порока Мухаммада, саламу ата'аля, саламу ата'аля, саламу ата'аля, саламу ата'аля, сражались с ними. Что сделали? Изгнали их из Мекки. Посланник Аллаха, саламу ата'аля, вместе с подвижниками, вынужден был, что сделать? Переселиться. Куда? В Медину. На то время Медина называлась городом Ясрик. Аллах, саламу ата'аля, говорит, они изгнали вас из ваших домов. Теперь Аллах, саламу ата'аля, говорит, сражайтесь с ними так же, как они нападали на вас. Когда? Этот аят именно подразумевает время Фатха, Мекки, открытие Мекки. Посланник Аллаха, Аллах, саламу ата'аля, не спасает аят, в котором говорит о том, когда с вами сражались, то есть отвечайте на сражение, то есть если они будут с вами сражаться, то сражайтесь. И изгоняйте, если уже они будут противиться вам, то изгоняйте их из ваших домов, так как они вас изгнали. То есть возвращайте свое имущество и возвращайтесь в свои дома. И выгоняйте тех, которые заселились в ваши дома, по несправедливости. Данный контекст аят о чем говорит? Говорит о том, что ислам не является той религией, или же в исламе нет основы в том, что ты должен нападать, забирать, грабить и тому подобное. Нет, ты должен защищать. Мы упоминали, что ислам не является религией пацифизма. И поэтому Аллах говорит, сражайтесь с ними так, как они с вами сражались. То есть если они на вас напали, то защищайтесь, сражайтесь, не убегайте, не прячьтесь. Также говорит Аллах, изгоняйте их из ваших домов. То есть имеется в виду, да, наят был использован непосредственно во времена Фатха. То есть открытие Мекки. Но Аллах, Субхану Ва Тааля, обратите внимание, Аллах, Субхану Ва Тааля, даже здесь не сказал, не сражайтесь с ними, где бы вы хотели. Аллах говорит, теперь устанавливают рамки. Аллах запрещает сражаться на территории запретной заповедной мечети. Что Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит? Аллах говорит, и не сражайтесь с ними, не начинайте сражение с ними у запретной мечети. До тех пор, пока они не будут сражаться с вами. То есть опять, Аллах, Субхану Ва Тааля, не говорит, начинайте первыми, а именно у запретной мечети. То есть можете сражаться, если на вас, опять же, напали. Что касается запретной мечети, мы упоминали ранее, что Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, на земле избрал места, которые сделал заповедными. То есть заповедные означают запретными. То есть на этой территории запрещается совершать то, что ранее, или же в основе является дозволенным. Например, на территории заповедной мечети запрещается охотиться, запрещается рубить деревья, даже убивать насекомых, которые не вредят. Аллах, Субхану Ва Тааля, установил на этой территории такие законы, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям, в сборнике имам Муслима и имам Аль-Бухари приводится хадис, где посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям, обращаясь к мусульманам, он сказал, «Этот город, Аллах, Субхану Ва Тааля, сделал его запретным в день сотворения небес и земли. И он запретный запретом Аллаха до судного дня. И он стал дозволенным всего лишь один час из времени, дневного времени, но в основе он является запретным запретом Аллаха. Что это означает, что он стал неким исключением либо же это время? Это означает, что когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям, заходил в Мекку, Аллах ему, Субхану Ва Тааля, сообщил о том, что если они будут сражаться с тобой, то сражайся с ними. То есть здесь принцип правила запретности уже не действует, действует исключение. Что говорит далее посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям, не ломается в нем деревья, не охотятся в нем, но если кто-либо скажет, посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям, для него было исключение, и для меня оно сегодня исключение, то можно совершать преступление либо же сражаться за запретные мечети, заповедные мечети, то посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям, сказал, скажите ему, поистине Аллах разрешил это до посланника и не разрешил для вас. То есть данный хадис указывает на то, что хукам заповедности мечети остается до судного дня. Правила запретности действуют до судного дня. И если кто-то скажет, можно это делать, потому что посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям, в день открытия Мекки поступал так-то и так-то, то посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям, сказал, Аллах разрешил для пророка, но не для тебя. И поэтому этот хукам остается до судного дня. Потому что любое сражение, любое сражение, запретность мечети, оно остается важнее, нежели любое сражение. За исключением, если это идет оборонительная защита и тому подобное. И поэтому Аллах, субхану алейхи салям, говорит, если они начали сражаться с вами, имеется в виду курайшиты, если они сражаются с вами в Мекке у Мухаммад, то сражайся с ними. Что Всевышний Аллах, субхану алейхи салям, далее говорит, неверие хуже, чем убийство. Либо же многобожие хуже, чем убийство. Данные слова Аллаха, субхану алейхи салям, говорят о весах. О каких весах? То есть, в исламе есть понятие, такое понятие, как грехи, правильно? Каждый грех по своей тяжести может отличаться от другого. Всевышний Аллах запретил сражаться, то есть, в заповедной мечети. Хорошо? И кто-то может сказать, Аллах запретил, а вы сражаетесь. То есть, человек умирает все равно в запретной мечети. Аллах говорит, их состояние и нахождение в запретной мечети, в состоянии, будучи многобожниками, то есть, нахождение в неверии, это хуже, нежели убийство. То есть, если на весы поставить по тяжести грехов многобожие или же убийство, что из них тяжелее? Без сомнения, многобожие, нежели убийство. Хотя убийство является тяжким грехом. И Аллах, субхану а тааля, этими словами подчеркивает то, что у Аллаха многобожие намного тяжелее, нежели человек, который был убит в запретной мечети. Это говорит о том, что человек должен всегда акцентировать внимание на самом тяжком, а потом уже по нарастающим. И поэтому человек должен стараться всегда избегать запретов, а из запретов самое тяжкое. Затем менее. Например, человек делает покаяние перед Аллахом, раскаивается. Мы знаем, что грехи делятся на два вида. На большие, тяжкие грехи и менее тяжкие. И человек просит у Аллаха прощения, говорит, у Аллаха, прости мне, имея в виду менее тяжкие, но забывая про большие грехи. И поэтому первое, что человек должен остерегаться, не совершать, опасаться, это больших грехов. А из больших грехов это ширк, многобожий. Куфр, неверие, человек должен остерегаться этого. А затем уже остальные запреты. И поэтому Аллах, Субхану Таалу, говорит, Важнее всего для человека сохранить религию, то есть не умереть многобожией. Это важнее. И данный аят, данные слова являются ответом на каждого того, кто оправдывается и говорит, главное верить в сердце. Намаз читать это необязательно, хиджаб одевать необязательно, поститься вместе с Рамадан необязательно. Самое главное это вера в сердце. Всевышний Аллах, Субхану Таалу, либо же человек говорит, посмотрите, я намаз не читаю, я ураза не держу, я пост не держу, я закат не плачу, зато я, например, не ругаюсь, не обманываю. Хорошо? Человек говорит. А вот человек читает намаз, ходит в мечеть, и он матерится, или он обманул кого-то. Человек тем самым, что находит в себе некое оправдание. Всевышний Аллах, Субхану Таалу, говорит, то есть у Аллаха на весах тяжелее, более тяжелее, неприемлемый грех, ни куфр, ни верия, нежели грех, который менее этого. И поэтому данный аят является ответом этим людям, которые говорят, ну я главное чистое сердце, я не делаю, а вот он делает и все равно он делает, то есть он обманывает. Аллах, Субхану Таалу, говорит, здесь вера важнее. Образно, что по тяжести тяжелее, обман, либо же не верить. Без сомнения, не верить. И поэтому в данном, данный аят является ответом тому, что человек должен сохранять, в первую очередь держаться за веру и не допускать грехов, которые являются тяжкими, как многобожие и тому подобное. И поэтому не является оправданием, говорит, я намаз не читаю, главное, чистое сердце, я не обманываю. Нет, это не оправдание. Самое главное, спаси свое сердце, свою душу от этого, начни совершать намаз, поститься и тому подобное. А потом уже можешь говорить, что я спас тебя, не оправдывать себя, не обольщаться, что главное, чистое сердце. Что Аллах далее говорит, и не сражайтесь с ними у запретной мечети до тех пор, пока они не будут сражаться с вами. А если они сражаются с вами, то сражайтесь с ними. Поистине это удел неверующих. Аллах четко показал правило. Начинать сражаться у заповедной мечети является запретным до тех пор, пока человек не встретит против себя первую агрессию. Некоторые из ученых муфасиров упомянули, что этот аят аннулирован некоторыми другими я думаю, более правильно Аллах говорит, что этот хоккан остается до судного дня. Запретность мечети остается запретной. Аллах говорит, говорит, а если они остановятся и оставят это, то Аллах прощающий милостивый. Этот аят говорит о том, что если человек оставит многобожие, человек оставит преступление, то Аллах какой бы грех не был по тяжести, то Аллах напоминает, говорит, Аллах прощающий милостивый. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Аллах прощает любой грех, какой бы он не был, пока человек, даже насколько бы он тяжким не был, что Аллах его прощает, даже если, то есть до наступления часа. Какого часа? Аллах прощает покаяние человека, пока его не постигнет смерть. Перед смертью, если человек раскается, Аллах прощает. Если человек уже начал, находится в состоянии агонии, Аллах не прощает этот грех. Либо же солнце, когда встанет с запада, Аллах не простит этот грех. И поэтому Аллах напоминает о том, и всегда дает возможность фурсу человеку, шанс покаяться. Всевышний Аллах далее говорит, И сражайтесь с ними до тех пор, пока не исчезнет фитна. То есть сражайтесь, пока не исчезнет многобожие. И вся религия не будет принадлежать Аллаху, если же они остановятся, то есть перестанут с вами сражаться, то нет вражды, кроме как с творящими несправедливость. Данный аят показывает цель джихада вообще в исламе, для чего мусульмане борются. Аллах говорит, то есть ради кого даже борются. И поэтому любое благое деяние, любое поклонение должно быть ради Аллаха Субхану Аталии. И Аллах говорит, сражайтесь с ними для того, чтобы не было нечестия на земле. Первое одно из важных нечестий это многобожие. Их преступления, которые они совершают. Аллах говорит, сражайтесь, пока они не оставят эту несправедливость. И если они оставят, остановятся, то нет против них вражды, а вражда только с кем? С творящими несправедливостью. В хадисе, который передает Абу Муса Аш'ари Ради Аллаху Аль, спросили посланника Аллаха Саллаху Алейхи Другой сражается ради своей принадлежности. То есть сражается за нацию, сражается за племя и тому подобное. За свой род. Другой сражается ради показухи. То есть как мы сказали. Ради того, чтобы сказали, какой храбрый и тому подобное. И тогда спросили у посланника Аллаха Саллаху кто из них сражается на пути Аллаха. Посланник Аллаха Саллаху Тот, кто сражается на пути Аллаха для того, чтобы слово Аллаха было превыше всего, то этот человек является на пути Аллаха. Дальний аят указывает на то, что любое деяние, даже дегат на пути Аллаха, он непозволитель ради корыстных целей, ради денег, ради трофеев, ради храбрости и тому подобное. Если человек защищает свою честь, свою жизнь, свою страну и тому подобное, то он должен это делать ради Аллаха. И тогда этот человек будет считаться сражающимся на пути Аллаха. Для чего? Для того, чтобы на его земле, в его доме он мог спокойно поклоняться Аллаху и возвеличивать слово Аллаха. И поэтому любые призывы сражаться такие, как ради Родины и тому подобное, в исламе они неприемлемы. Человек, да, сражается защищая Родину или там свое государство, но при этом сражается ради Аллаха. Для чего? Для того, чтобы в его государстве было слово Аллаха. Также относительно этого аята, где Аллах говорит, а если они остановятся, то нет вражды кроме того, кто сражается. То муджахид, один из муфасырф, он сказал ла тукатил илля ман катал, то есть сражайся только с тем, кто сражается. Эти все три аята указывают на то, что принцип в шариате остается это отсутствие пацифизма. Если сражаются против тебя, ты должен защищаться. Даже в запретные месяца, если необходимо защищаться, даже на запретной территории. Само слово, вот это слово хатталятакуна фитна, чтобы не было фитна. Фитна вообще, это как у него много значений. Фитна. Фитна это искушение, фитна это испытание, фитна это порой используется многобожие, фитна иногда используется как смута. И поэтому все зависит от контекста. Когда Аллах субханна говорит и сражаетесь для того, чтобы не было фитны, фитны, однажды произошло событие в истории ислама, и вы можете даже это найти в книгах истории ислама, приводится афар у Бухари, Абдуллаху ибну Амру, сыну Амру и Хаттаб пришли и сказали. То есть есть известная история, которая называется фитна Абдулла ибн Зубейра. Хорошо? Что случилось? Правил Муавия после того, когда умер Муавия, и мы знаем, что халифы выбирались с Шурой, то есть люди, которые имеют влияние и вес в обществе называется Ахл Хилл и Ахт, они собирались и выбирали самого лучшего. Его назначали халифом. И Абу Бакр, и Умар, и Утман, и Али. То есть этот принцип он сохранялся. Этот принцип принца посланника Аллаха салам. Один то есть другой момент, другой принцип запретен ли в исламе либо нет. Например, королевство, когда идет по родословности. Либо же такое понятие, как президентский выбор, когда все участвуют в выборы главы государства. Либо же разные другие методы. В этом существует разногласие среди ученых. Некоторые из ученых сказали, не только метод Шуры, то есть когда элита, если так можно выразиться, имеется ввиду люди авторитетные, имеющие власть, они выбирают и только. Все остальное является противоречием Сунны. Другие из ученых сказали, если Шура может выбраться, то это лучше. Если оно не выбирается этим методом, а выбрался другим методом, например, как королевство передается по наследству, либо же другой метод, то во избежание смуты в обществе остается этот принцип. И так случилось во времена после смерти Муауи рада Аллаха. После смерти Муауи стал халифом Язид ибн Муауи. И все сподвижники большая часть присягнули ему. Хотя были не согласны с тем, что это неправильно оставлять власть по наследству. Потому что это не из Сунны посланника Аллаха. Все предыдущие халифы выбирались в обществе. То есть имеется как мы сказали Шурой советом. Абдулла ибн Умру пришли и сказали О, Абдулла ибн Умру сказали Абдулла ибн Умру не видишь ли ты что совершили люди. То есть имея ввиду нарушение передали власть по наследству. И ты Абдулла ибн Умру являешься сподвижником посланника Аллаха салла что же тебе мешает выйти против этого? Почему ты не выражаешь свое несогласие и не выходишь против этого? А дал присягу. Тогда Абдулла ибн Умру сказал следующее Меня останавливает то, что Всевышний Аллах запретил мне кровь моего брата. И тогда они сказали разве ты не читал слова Аллаха где Аллах говорит и сражайтесь с ними пока не останется фитна. То есть пока куфр, ширк, бидра, что бы ни было, что подразумевается под словом фитна, то есть любое нарушение закона Аллаха, то есть сражается пока оно не будет. То есть имеется ввиду пока оно не остановится. Тогда Абдулла ибн Умру ответил Мы сражались имею ввиду во вина посланника Аллаха сусалям мы сражались во вина пророка Мухаммада чтобы не было фитны, то есть не было многобожия куфра, а религия принадлежала Аллаху, а вы желаете сражаться для того, чтобы было фитна и религия принадлежала не Аллаху. Как сподвижники понимали эти аяты? То есть они видели сохранение единства в уме важнее, нежели малейшего отклонения от какой-то, то есть нарушения сунны, то есть на весы поставить если тяжесть грехов, то смута в обществе хуже и убийство сподвижников войны между собой хуже, нежели метод выбора правителя. И понимание сунны сражаться, некоторые люди понимают, так, человек бороду не отпустил, все, Аллах сказал сражаться, нужно его там закопать в землю, пока он не отпустит бороду. Нету такого понимания в шариате. И вот именно таким методом пришли к Абдуллах но он дал понять, что мы сражались не с людьми, а мы сражались для того, чтобы слово Аллаха было превыше всего и не было фитны, не было куфра многобожия, а вы сегодня делаете все наоборот. Подведем итоги. Итоги этих трех аятов, которые мы разобрали. Принцип ислама шариата остается неизменным. Джигад остается до судного дня. Принцип джигада это не ломать, разрушать, забирать, уничтожать. Нет. Принцип джигада в исламе остается это защита. Защита чести, религии, имущества и тому подобное. То есть против любой несправедливости. и у джигада есть мораль. Мы упоминали на предыдущих уроках посланник Аллах когда отправлял войско, он останавливал и говорил не убивать женщин, не убивать детей, не убивать стариков, работающих в поле, не убивать монахов, не разрушать эти дома, ломать деревья и храмы. Сегодня кто-то этого придерживается? Сегодня никто этого не придерживается. Ни одни войны, если вы посмотрите в историю за последние сто лет, вы не увидите, что кто-то придерживался этих принципов. Сегодня любые войны, которые даже мы наблюдаем, через те же соцсети, мы видим, что вообще никакой морали нет. Абсолютно. Война это означает все, это потеря всего. Метод, который посланник Аллах принес введение джигада это метод остановить само зло, но не разрушить все. И поэтому даже некоторые из ученых запрещают оружие массового уничтожения. То есть основываясь на эти тексты. Следующий вывод, который мы несем, запретная мечеть, она остается запретна до судного дня. И запрещается в ней начинать сражение. За исключением если только это не является ответом. Также любое сражение ведется ради Аллаха для возвеличивания его слова. Что означает для возвеличивания его слова? Чтобы законы Аллаха применялись там. Что означает законы Аллаха применялись там? То есть основной смысл, мораль, цель, с которой пришла ислам. То есть отсутствие несправедливости. Если же человек сражается ради похвалы, ради знамен, ради чего-либо мирского, то это не является шахадой на пути Аллаха, не является джихадом на пути Аллаха. И любое сражение оно должно нести за собой смысл. А основной смысл, который несет шариат, это чтобы не было фитны. В первую очередь ширк, потом куфр, а потом любой несправедливости. На этом мы сегодня закончим. салла Аллаху аля на вина мухаммад ва аля алихи и сахбе и жума ин ва жазакум аллах хайран.